Поэтический проект «Рифма без границ» подходит к своему завершению и финальную точку. В этом проекте поставят татарские поэты. В чем особенность татарского слога и татарской музыки, мы сможем услышать в нашей студии. В нашей студии сейчас Лисанн Сабитова, участница «Вечера татарской поэзии», и Самат Гельманов, а также организаторы проекта Владимир Агабекян и Вагаршак Сагаманян. Доброе утро вам. Доброе утро. Лисанн, мы хотим услышать уже ваш голос. Конечно. Самат. Субтитры создавал DimaTorzok С вашего позволения я переведу. Родной язык, святой язык, отца и матери язык, Как ты прекрасен, целый мир в твоем богатстве я постиг. Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать, А сказки бабушки потом я научился понимать. Родной язык, родной язык, с тобой смело шел я вдаль, Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль. Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил Творца, О боже, мать мою прости, прости меня, прости отца. Супер. Все правильно перевел? Спасибо, у вас очень хорошее. Без суфлера переводил, все, как знал. На самом деле, вот вы сейчас поучаствовали, в общем-то, в создании архитектуры вечера. Примерно так строится весь вечер из выступлений, в которых есть и музыкальные инструменты, и люди, читающие на своем родном, на оригинальном языке, и перевод обязательно для того, чтобы люди понимали, о чем стихотворение. Ну да, это же многонациональное мероприятие. Я вот только не понимаю, ну, я думаю, что национальные инструменты должны присутствовать, но аккордеон, по-моему, это что-то европейское. Но аккордеон вообще чаще всего используется, я так понимаю, в татарских музыкальных выступлениях, и, видимо, просто это прижилось, и они, в общем-то, играют на нем на гармонии. Самат, это так, это традиционно татарский инструмент? Ну, традиционно, это больше тальянка, гармонь, хромка, баяны. Ну, я решил просто выбрать каренку. Какие они будут услышаны, да? Да, там инструменты все остальные будут, да. Алисан, расскажите, в чем особенность татарской поэзии? Татарская поэзия, она примечательна тем, что все-таки стихотворения, произведения знаменитых авторов, они про любовь, про любовь к нации, к татарам, к своей республике Татарстан. И как раз-таки на вечере будет услышаны произведения, такой вид произведений, как баэты. Это как раз те произведения, которые присущи только для татарской нации. Они состоят из двустиши, и они поются. Поются акапелла, может, под гармонь, да? И их цель — это наставление будущему поколению. Как раз-таки они пишутся от первого лица, от лица жертвы. Вот. И очень интересно. Поэтому приглашаем всех, конечно, чтобы... Ну, это было очень красиво. Мы сейчас на себе ощутили вот эту глубину татарской поэзии и музыки. Ну, вот надо еще сказать про известнейших татарских поэтов, чьи стихи известны не только у нас в России, вообще по всему миру. Это Мусаджа Лили, это Габрила Тукай, стихи которого вы только что услышали. То есть его стихи, скажем, стали неофициальным гимном. Да, это неофициальный гимн татарского народа. О родном языке, да. Расскажите, где можно услышать, увидеть проект в посетительстве. Ловко немножко расскажет. Давайте я вам сейчас немножко расскажу про сам проект. «Лифмы без границ» — это серия поэтических вечеров, которые проводятся с начала этого года. Уже были проведены вечера армянской поэзии, еврейской поэзии, поэзии народов Северного Кавказа, таджийской поэзии, вечерчувашской поэзии. И сейчас вот у нас будет вечер татарской поэзии. Почему мы выбрали именно поэзию? Это потому что ничто иное, как через поэзию, народ передает вековую мудрость своего народа, свои переживания, которые легли на плечи своего народа, какие-то восхваления, достижения. И именно составляющие единицы, поэтому у нас собственные поэзии. В целом проект у нас поддерживается при поддержке фонда президентских грантов. Он проходит каждый месяц, последнее воскресенье. И вот мы достигли апогеи нашей воскресенье. Слушайте, мы вас поздравляем. Спасибо большое, молодцы. А на будущее какие планы у вас? Ну вот, получается, это седьмой заключительный вечер. Мы вообще всех приглашаем, потому что все-таки заключительный вечер, он особенный всегда. У нас ожидается в октябре большое мероприятие. Мы соберем лучшие выступления, лучшие коллективы. Гала-концерт. Он пройдет уже на большого зрителя, то есть не такой некамерный вечера. И мы туда хотим пригласить в том числе и красноярских звезд, которые тоже будут доносить, в общем, на поэзию народов России через вот свое умение красиво это все выражать. И самое удивительное, что мы заметили, что «Рифма без границ» — это, в общем-то, уникальный проект. То есть мы так отследили опыт российский и поняли, что вечера отдельные бывают, но так, чтобы это была серия поэтических вечеров, посвященная поэзии народов нашей страны, такого не было. То есть по факту в Красноярске родился уникальный проект, который живет, который пользуется спросом, приходят люди. И, в общем-то, это такой очень культурный, классный отдых. Господа, так нужно расширяться, нужно уже гастроли устраивать. Я думаю, что вот тогда это действительно таким общероссийским проектом и станет. То есть все остальные регионы тоже присоединятся. Удачи, развития и успеха вашему проекту. Спасибо большое. От нас вот такие небольшие подарки. Это кружечки с фирменной символикой проекта. Мы вам хотим вручить от «Рифмы без границ». Спасибо огромное. Пейте чай по утрам и, в общем, расслабляйте. Спасибо. Очень красиво. «Рифма без границ». Теперь она будет всегда с нами. Благодарим наших гостей. Это организаторы и участники проекта «Рифма без границ» Владимир Агабекян, Вагаршак Сагаманян, Лисанн Сабитова и Самат Гельманов. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.